Неуплата алиментов, хулиганство, ДТП с летальным исходом. Здесь у каждого своя история и причина, по которой оказался в этом месте. В колонии-поселении номер три осуждённые впервые по неосторожности или те, кого перевели с положительной характеристикой из колоний общего и строгого режимов. Отбывают срок без охраны, но под надзором администрации. За преступление небольшой тяжести до трёх лет, а средний – до пяти. Условия облегчённые, передвижение без ограничений. Разрешают носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Нет лимита на передачи и свидания. Не могу вам сказать, справедливо ли она была, но каждый совершает ошибки. Каждый ошибается. Мы несем наказание за то, что совершили. Через день приходит мой гражданский муж. Естественно, продерживает на протяжении года. Как бы он со мной. Его рядом нет, но он со мной. Сидеть нашей собеседнице ещё год. С родными её разлучила часть 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тайное хищение чужого имущества. Рассказывает, жизнь была не из лёгких, но ценности уже переосмыслила. Мечтает выйти по условно-досрочному освобождению и создать семью. Колония-поселение рассчитана на 199 человек. По желанию работают только пенсионеры и инвалиды. Остальные – обязательные на сельскохозяйственных и промышленных производствах. Ежегодный оплачиваемый отпуск плюс заработная плата не меньше минимального размера оплаты труда. Сейчас это почти 20 тысяч рублей. Частью суммы погашают иски и возмещают расходы по содержанию, питанию, коммунально-бытовые услуги. В итоге осуждённый получает не менее 25% от начисленной зарплаты. Что касается экзаменов, то осуждённый также сдают ЭГЭ. Процедура такая же, как и везде, за исключением. Участник ЭГЭ не выезжает за пределы учреждения. Пункт проведения экзамена для него организует администрация на месте пребывания. В учреждении у нас функционирует профессиональное училище, где ряд осуждённых проходит обучение. После окончания выдают дипломы. То есть мы привлекаем их как специалистов к труду. И после освобождения также они находят себя в обществе по этой профессии. Сварщик, стропольщик, пекарь и разнорабочий. При колонии поселений номер три действует исправительный центр для осуждённых к принудительным работам. Здесь шутят. Это обычное общежитие. Правда, по периметру колючая проволока. Закупают продукты, готовят, стирают, гладят, убирают люди сами. Можно выйти в город, пользоваться телефоном, мобильной связью, интернетом, но строго в шесть утра подъём и в десять вечера отбой. Важно, что изоляции от общества нет. Это альтернатива лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Ходотайство в суд с просьбой заменить неотбытую часть наказания принуд работами могут подать осуждённые в колонии поселений. Приходить не приходят. У нас бывают и выходные дни. Сам еду домой, общаюсь с родителями, с бабушкой. И они тоже с пониманием отнеслись к этому. И когда я выйду, буду работать или, может, даже уеду в Московскую область. И буду работать дальше, как работал. Может, женюсь. И планов на жизнь в дальнейшем у меня много планов. И сейчас, на данный момент, много о чём думаю. В республике два исправительных центра на 115 человек. В планах увеличить количество таких спецучреждений, отмечает замначальник ОФСИН по Северной Осетии Павел Штепа. Осуждённые к принудительным работам заняты на местных предприятиях по трудовому договору. Это относительно новый вид наказания. Так они социально адаптируются. Экономическая выгода заключается прежде всего в том, что осужденные к принудительным работам, содержание осужденных принудительным работам, намного снижает бюджетную нагрузку на само государство. Потому что содержание одного осужденного к принудительным работам намного дешевле, чем содержание осужденного к лишению свободы. Общественная выгода заключается прежде всего в том, что снижение криминальной субкультуры в стране, снижение уровня рецидивной преступности среди данной категории осужденных, в том числе их социализация в обществе. За полгода до окончания срока в местах лишения свободы начинают адаптировать к жизни на гражданке. Помогают не только с трудоустройством. Например, размещают резюме на портале «Работа в России». Даже проводят занятия в школе подготовки осужденных к освобождению, где главное – снизить чувство тревоги и неуверенности в себе перед началом новой жизни.